Сегодня воскресенье, 4 октября, в Москве 22 часа 4 минуты, и мы начинаем прямую трансляцию второй игры осенней серии «Что, где, когда» 2020 года. А против телезрителей сегодня сыграют Ие Митривели, Тбилиси, Михаил Карпук, Минск, Михаил Новоселов, Москва, Андрей Коробейник, Пярну. Денис Голиакберов, Казань. И капитан команды Елена Потанина, Одесса. Против команды под руководством Елены Потанина сегодня играют. Гелена Кравченко, Лукны, Алексей Сычок, Брянск, Валерий Воронов, Мытища, Анастасия Кузнецова, Липецк, Сектор Блиц. Руслан Рахматуллин, Казань, Сабина Ермамбедова, Симферополь, Анастасия Тунаева, Москва, Сектор Супер Блиц. Сергей Смоленюх, Кастанай, Килтар Меджинова, Баку, Василий Станчук, Медна. Тринадцатый сектор. Осенние игры. Что, где, когда. Телезрители против знатоков. Игра до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Госпожа Потанина, добрый вечер. Наконец-то и ваша команда добралась до игрового стола. Это очень отрадный, господин ведущий. Добрый вечер. Но все равно не в полном составе. То есть, по сути, сегодня играет такая сборная Потанина и Жаркевич. Елена, скажите, пожалуйста, а вы не думали над тем, что когда перед прошлой вашей игрой, в ноябре 2019 года, тренировались в масках, вы предвосхитили происходящее в этом году? Господин ведущий, если это так, то приношу извинения. Глубные. Против вас играет предприниматель Елена Кравченко, город Лубны, Полтавская область. Внимание, вопрос. Что писатель Виктор Кротов в своем словаре метафорических определений назвал? Магазин предчувствий. Интуиция. Что еще? Магазин ты выбираешь. Много многих. Можешь его купить? Пречувствий. Много всего. Сон. Сон. Почему сон? Тебе снится, что с тобой произойдет на следующий день, например? А если где-то покупаешь все-таки? Ты ходишь, да, и выбираешь. Что значит? Если покупаешь все-таки. А покупаешь предчувствие в будущем? Прогноз? 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 Пробผюте это уже интсуция, само по себе. А если ты продаешь там предчувствия? А если ты продаешь предчувствие? В магазине ты не продаешь. А вот это хорошо. Если ты продаешь предчувствие? Кому? Кому так? Кто продает предчувствие? Смотрите, там нужно что-то выбор. Ты выбираешь из нескольких, и потом думаешь о будущем таким образом. Какие-то печеньки с предсказаниями или. Чувство, что много вариантов, а ты выбираешь из них. Или ты предлагаешь всему. Консультант какой-нибудь. То есть какие-то прогнозы какие-то. Пречувствие это ожиданий. То есть магазин ожиданий последнего, да? Лотерея, Игорь Лавров, лотерея. Версии. Городные прогнозы, интуиция. Что еще у нас было? Повторяем, сны. Но сны как будто меньше нравится. Итак, кто отвечает? Давайте я начну, господин ведущий. Прошу, Елена. Мне кажется, что магазином предчувствия была названа интуиция. А теперь, внимание, правильный ответ. Елена, вот Денис Голиакберов говорил, что если все-таки магазин, где что-то покупают, вы ушли в такую лирику, в интуицию. Близкая версия была у вас, близкая, букмекерская, кто-то говорил, да? Да, Михаил говорил. Смотрите, Михаил, в магазине в этом что-то покупают. И надо предчувствовать, что же купить. Магазин предчувствий, так Риктор Кротов назвал биржу. Биржу. 1-0 в пользу телезрителей. 50 тысяч рублей получит Елена Кравченко. Поздравляем вас. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Андрей Черемесин. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Андрей, скажите, какие впечатления у вас остались от игры самой молодой команды на прошлой неделе? Знаете, господин ведущий, я вот впервые на это место встал 2 апреля 2017 года. И вот за этот период это одна из самых ярких игр, которую я видел. Там такая драматургия 0-2, 2-2, 5-3, 5-5. И вот гол на последней секунде. Но я считаю, что появилась еще одна звездная команда в нашем клубе. Звоник Карлинский, а у вас какие впечатления от вашей прошлой игры? Ну, я считаю, что наша игра была не стыдной. И мне приятно, что она была. И что я получил какой-то новый опыт. Койкош, это тоже результат. Благодарю вас. Интересные телезрители защищает вице-предитент Банка ВТВ Дмитрий Бриттельпикер. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Вы знаете, я послушал вот господина Карлинского сейчас, да и вообще команда после прошлой игры говорила, знаете, все с таким акцентом проиграли достойно. Вот у них такое резюме. А к вам вопрос такой, а можно ли вообще достойно проигрывать? Или важнее победа любой ценой? Да, вы знаете, конечно, с точки зрения меня как банковского шутина, главный результат. Главный результат. Но вообще, ребята молодые, я им, в принципе, тогда еще сказал, что не спешите стареть. То, что вам сейчас кажется райом, для меня просто нездоровый образ жизни. Господин Емелин, ну, на мой взгляд, я с Дмитрием не согласен. В вашей команде теперь нужен следующий шаг. Достойно выигрывать. Достойно проигрывать вы уже научились. Второй раунд. Господин Карпук, кстати, о поражении. Ваша прошлая игра была проиграна самым, что ни на есть, драматичным образом. Лично у вас, Михаил, была правильная версия на первой секунде, но из-за боязни поражения капитан взял помощь клуба, а клуб увел вас не в ту сторону. А вопрос, Михаил, к вам такой. Как вы считаете, может, вам теперь стоит отказаться от помощи клуба? Я думаю, ситуации бывают разные. И если в одной ситуации нам не повезло, это не значит, что в другой будет то же самое. Но, госпожа Батанин, если не изменяет память, уже не один раз вас клуб путал. Да, господин ведущий, бывали у нас такие опыты. Против вас играет IT-специалист Алексей Сычев из Брянска. Внимание! Бал китов в Пенсильвании! Госпожа Батанина, перед вами карикатура 1861 года. На этом балу гости поднимали бокалы за содержимое того, что находится в верхней части этого рисунка, которую мы сейчас от вас скрыли. Внимание, вопрос. За что же поднимали бокалы киты? Электричество, электричество, там форма не использовалась. Керосиновая вещь. Форма для свечей точно, а вот керосин... Или керосинка, выяснили, что использовался китовый жир. Теперь их не убивают. Электричество 70-е. В общем, что значит раньше, керосинка. Электричество, первый год. Электричество лучше. Смотрите, и освободили от того, чтобы их убивали. Да, это при сливании восточное побережье. Ребята, помогите понять, керосин или электричество, потому что... Это понятно, это понятно. Смотри, электрические лампочки, это 70-е годы, а не 60-е. То есть, наверное, керосиновые лампы лучше. Да, и здесь, как раз, ямочка, в этом все 70-е. Это все... Мне не кажется, что это разные вещи. Давай, давай поймем, пожалуйста. Что-то, что они говорят про что-то, где не требуется киты. Да, то есть, лампа, которая не требует китового жира. Смотрите, секунду, давайте уберегаться керосин. Не надо... Зачем? Потому что это одно и то же место. Это одно и то же место. В верхней части... Там лампы, которые не нужны, не нужны, не нужны, не нужны. Да, керосин-то на полу. Мы еще лампы, которые не нужны, не нужны, не нужны, ребят. Итак, во-первых, кто отвечает? Отвечать будет Михаил Карпук. Господин Карпук, на этом балу гости поднимали бокалы за содержимое того, что находится в верхней части рисунка. За что же поднимали бокалы киты? Киты поднимали бокалы за альтернативный источник света, поскольку, как мы знаем, до середины XIX века для освещения использовался китовый жир. Господин Карпук, у нас нельзя отвечать альтернативный источник света. Они поднимали бокалы за какую-то конкретную вещь. Поэтому не пытайтесь два ответа вложить в один. Я всю минуту обсуждения слушаю вас внимательно. Хорошо. Мы видим, что здесь все очень ярко освещено. Мне кажется, что они поднимают бокалы за электрическое освещение. За электрическое освещение. А что является содержимым того, что находится в этом электрическом освещении, господин Карпук? Не окей. А что является... Керосин. Значит, речь идет не об электрическом освещении, а об керосине. Если ли господин Карпук упрямо, несмотря на то, что я обратил ваше внимание, вы выбирали из электричества и керосина. Я специально вам прочитал еще раз вопрос за содержимое того, что находится в верхней части. Вы упрямились. Вот ваша версия была электричества. Михаила Новоселова версия была керосина. А теперь, внимание, правильный ответ. Киты истреблялись из-за жира, которую использовали в том числе для освещения. Что может быть на баллонном потолке? Это вы догадались люстра, а в ней масло, продукт переработки нефти. Вот эта люстра с лампой. Да, в этом году было открыто месторождение нефти, чему и радуются киты. И, к сожалению, 2-0. 2-0 в пользу телезрителей. Хотя версия была. Оплачивает выигрыши банка ВТБ. 60 тысяч рублей получит Алексей Сычок. Госпожа Потанина. Да, господин. Елена, скажите, вы ведь, даже я видел, как вы показывали Михаилу, что надо отвечать другое. Почему он вас не слушает? Господин ведущий, Михаил пересел, и теперь для того, чтобы меня услышать, нам нужно говорить громче. А в минуте... А вы глазами все, я вас по взгляду понял. А почему Михаил вас не понял? Господин ведущий, ну не понял в этом раунде, поймет в следующем. Бывают, к сожалению, неприятные моменты, и я думаю, что мы с ними справимся непременно. Ну хорошо. Уважаемые телезрители, как всегда, во время прямого эфира я жду ваши вопросы в 13-й сектор. Адрес в интернете 13.tvigra.ru. Сейчас самое время отправлять эти вопросы, пока будет идти реклама на Первом канале. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин ведущий. Ну и, конечно, самое время напомнить, что компания «Винлайн» учредила специальный приз для знатока, который последним в серии выиграет «Супер Блиц». Я очень надеюсь, что это произойдет, и мы увидим всю эту радость. Ну и приз особенный, конечно. Господин Казанский, скажите, вы об этом решили вспомнить, потому что неожиданно обнаружили за столом господина Галятберова, нашего специалиста по «Супер Блицу». Ну, вы знаете, во-первых, Денис Казанский. Это тоже очень приятно. Я думаю, что у него все получится. Но он такой, как Мисси. Галятбер. Конечно, конечно. Он как Мисси. Вы знаете, он вытаскивает тяжелейшую вопрос. Он красавец. Конечно, получится у него все. Ну что ж, посмотрим. Третий раунд. Господин Галятбер. Да, господин ведущий. Скажите, вот на прошлой неделе был эпизод, когда вы поразили многих телезрителей, дав ответ на вопрос об автопортретах, да? Вы знали картины или догадались, глядя на них? Догадался просто потому, что в вопросе было не очень много информации. Возможно, надо было поискать в самом вопросе ответ. Денис, но ведь тогда, вот в этот момент, вы еще не знали, что через шесть дней вам предстоит сесть за стол. Как вы отреагировали на такую новость? Сейчас продолжим. Сиферополь. Разумеется, с радостью. Я всегда рад возможности. Извините. Да, Москва, я понял, да. Всегда рад возможности сесть за стол, тем более в такой приятной компании. Против вас, Денис, играет сотрудник банка Анастасия Дунаева из Москвы. Глаза в глаза, вперив, безмолвны, исполнены святой тоски. Они как будто слышат волны иной, торжественной реки. Для них, детей тысячелетий, лишь сон, видение этих мест. Внимание, вопрос. О чем это, Валерий Брюсов? Какие-то статуи. Что-то в Италии. Атланты, например. Да, что-то в Италии. Типа что-то древнее, там река есть. Атланта, нравится вам? Волоса, волоса, все-таки хочется смотреть друг за друга. Это как укоротители коней Клотта. Волны, такое ощущение, что вода где-то рядом. Волны? Семной, сука, Рубля. А это может быть укоротители коней, потому что там реально... Клотта ты имеешь в виду? Да, Клот, конечно. Укоротители коней. Тысячелетий. А какая другая река? Тысячелетия. Это сфинксы какие-то. А сфинксы на Неве, которые стоят? На сфинксе. А сфинксы есть на Неве? Да, ну теперь есть сфинксы. Они древние. На Неве и сфинксы, да. Их просто привезли, и они тогда могут сдать. Да, они, 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 да. Да, они оригинальные, да. А где какие львы? Львы, Пьет. Смотри, в Италии много львов. Химеры на Нотр-дам-де-Пари. А тысячелетия? Да, что-то древнее стоит на реке, как грустная. Невая. Невая. Да, соответственно, сфинксы и сфинксы, и сфинксы, и сегодня оригинальные. Потому что там просто нет реки, да? Кто будет отвечать? Ие Митривели, господин ведущий. Ие Митривели. Прошу вас, Ие. Мне кажется, что речь идет о сфинксах. А если нужно конкретику, то, скорее всего, те сфинксы, которые стоят вдоль Невы в Санкт-Петербурге. И это те сфинксы, которые были привезены, по-видимому, из Египта. И поэтому они сыны тысячелетий. А иная торжественная река, это не Валерий Брюсов, написал это о древнеегипетских сфинксах в Санкт-Петербурге. 2-1. И Митривели сокращает разрыв счетов. Поздравляю вас. Четвертый раунд. Что? Валерий Коробейник. Вы, наверное, слышали, что по правилам в зимнюю серию выходят команды, дважды обыгравшие телезрителей в этом сезоне. У кого-то может возникнуть вопрос, а зачем тогда вообще играет ваша команда? Ведь вы в одной игре дважды телезрителей не обыграете. Вы зачем играете, Андрей? Ну, вы знаете, во-первых, когда играешь, не думаешь о правилах в таком ключе, а во-вторых, как мы знаем, правила меняются уже иногда. То есть, никогда не знаешь, как повернется в жизни. Андрей, дело в том, что если не будет четырех команд, одержавших по две победы, тогда у остальных будет шанс. И вот на этот шанс вы можете рассчитывать в случае победы в этой игре, не только вы, но и другие команды. А сейчас Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждой, и играет один знаток. Госпожа Батанин, в вашей команде есть и Эми Тревелли, которая выиграла Супер Блиц на вашей последней игре. А есть Денис Голиакберов, который вообще уже дважды выигрывал в нашей игре Супер Блицы, но в другой команде. На ком вы остановите свой выбор? А может быть, на ком-то третьем? Давайте, господин ведущий, не усложнять, пусть играет Месси. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Голиакберов. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Голиакберов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, чтобы одержать победу в этом раунде, вам, Денис, нужно ответить на три вопроса подряд. А сегодня в Супер Блице свои загадки вам зададут сами телезрители. Внимание, загадка первая от Евгении Бастровой из Иктывкара. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Разгадайте мою загадку. В воду не идут, сало не дают. О ком это я? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу. Можете, пожалуйста, повторить вопрос? Одного слова не было слышно. В воду не идут, сало не дают. Пусть будут куры. Курить? Да. Теперь внимание, правильный ответ. Если вы не расслышали слово, Денис, вам надо было сразу об этом сказать. Да. Но смотрите, кто должен сало давать? Наверное, свиньи. А эти сало не дают. А воду не идут, хотя морские. Это морские свинки. Ну, обидно, Денис. Госпожа Митревеле, вы знали про морских свинок? Нет, я не догадалась бы. Не догадались бы тоже. Ну, вот видите как. Все равно был бы счет 3-1 в пользу телезрителей. А 70 тысяч рублей получит Евгения Бастрова из Сыктывкара. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». А предплит лучшего Андрея Черемесина. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, вы знаете, какой-то странный сезон у нас получается. Знатокам постоянно приходится играть в непривычных составах. Вам это нравится, потому что возникают новые сочетания? Или мешает? Ведь все привыкли, что тот же Денис Голиатверов не имеет в команде Елены Потаниной никакого отношения. Ну, не имел во всяком случае. Господин ведущий, мне кажется, новый сезон в этом году не только у знатоков, а у мира в целом. Такой новый такого года я не помню. Необычный. Необычный, да. А то, что появляется новое сочетание, мне это очень нравится. Вам интересно? Я вас про это и спрашиваю. Вам интересно, когда играют в новых сочетаниях? Мне хочется что-то такого консервативного. Мне интересно, потому что каждый человек приносит новую грань в игру команды. Новые грани появляются. Благодарю вас, Андрей, пятый раунд. Господин Новоселов, для вас этот сезон, лично для вас, еще и возможность поиграть за две команды. Скажите, вам нравится время от времени менять партнеров? Это провокационный вопрос, но если их сразу пятеро, то да, можно. А, Михаил, вы знаете, что интересно? Пока лишь две команды из девяти сыграли в этом сезоне в том составе, в котором планировали. Это команды Кирилла Емелина и Виктора Сиднея. Это как раз те две команды, которые, Михаил, уже не претендуют на выход в зимнюю серию. Да, господин Друзь? Да. Надо обновлять составы. Я вот почему. Еще не мячу. Кастанай. Против вас играет предприниматель Сергей Смоленюк, город Кастанай, Казахстан. Господин Галяк Веров, это как раз тот Сергей Смоленюк, который обыграл вас весной. Помните его вопрос про стакан и две книги? Был такой. Был. А сейчас, внимание, линейка на черном ящике. Рассказывают, что, в частности, во Флоренции можно увидеть, как подобные линейки нашли необычное применение. Правда, ее дополняют предметом, который сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Ну, во-первых, что в черном ящике и для чего все это нужно? Город туристический. Вот, да. А рамка? Рамка? Откуда лучше вид на какую-нибудь достопримечательность, Зеркало? Там очень много музеев в картинках. Можно сердечко слепить как-то сфоткаться? А зачем? У вице есть мост. Можно делать разные фигуры, но какие? А, слушайте, теперь Петро? Может, там нету метро? Одна, одна линейка будет. Это туризм, карту, италия, еда какая-то. А, пиццу можно? Что-то делить, например. Диаметр пиццы. А там можно и пиццы? Нет, не диаметр, а ты вот так вот. Она ровно метр. Она ровно метр. Ты вот так вот делаешь, и там есть сектара, по которым резать. Что? Ты так делаешь, и там есть сектара, по которым резать. Ребята, а так вот, что нельзя сделать, форму она принимает удобно. И она взаимодействует с предметом, который вчера я ищу. Телефон, фотоаппарат. Что ей еще нравится? А как зеркало? Ну понятно. Потому что это музей все-таки. Прошу. Клуб у нас молчит, как будто бы помощи клуба нет. Значит, нужно отвечать самим. Если нет, то нужно отвечать самим. Кто будет отвечать? Давайте Михаил Новоселов ответит. Итак, Михаил. В частности, во Флоренции можно видеть, что подобные линейки нашли необычное применение. Ее дополняют предметом, который сейчас находится в черном ящике. Что в черном ящике и для чего вообще все это нужно? Предположим, что в черном ящике каким-то образом находится кусок пиццы. Так. И что? И каким-то образом ее можно делить между людьми при помощи этой линейки. Это примерно лучшее, что мы смогли придумать в этом мире. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Михаил, но вы все-таки сложите эту линейку так, как ее положено использовать. Смотрите еще раз. В прямую линию. В прямую линию. В прямую линию. Почему-то, почему-то Флоренция, что-то в частности во Флоренции. Тени. Внимание, правильный ответ. Это складная металлическая линейка. И к ней легко можно прикрепить, откроем черный ящик, магнит. Можно к металлической линейке магнит? Можно. Получается нехитрое приспособление, с помощью которого можно доставать монеты из городских фонтанов. Вот такое приспособление. 4-1 в пользу телезрителей. 80 000 рублей получит Сергей Смоленюк из Кастаная. Можно, что он уже не знает. Остальное без только. Да, был шестой. Нормально. Шестой раунд. Госпожа Митривеля. Я про вас не забыл. Скорее наоборот. Сегодня вы мой герой, точнее моя героиня. Во-первых, потому что я восхищен тем, что вы до нас добрались. Как вы все это преодолели и ради чего? Ради игры. Ну, преодолела с трудом, конечно, но у меня была цель. Скажите, а вы вообще тяжело переносили? Вот идет весенняя серия, летняя серия. Вы до нас не можете доехать, не можете играть. Вот как вообще вы с этим совсем жили? Да, ну вот именно так, что вот на их месте могли бы быть сейчас мы. Вот так вот, с таком ключе как раз. Ну, это во-первых. А что, во-вторых, я вам расскажу чуть позже. Мытищи против вас играет студент Валерий Воронов, город Мытищи, Московская область. Хозяин одной яхты, который путешествует по рекам Америки, использует на своем судне, посмотрите на экран. Два мешка, способных вмещать по тонне воды. Внимание, вопрос. В какой ситуации он использует это приспособление? Качка? Может быть, чтобы пороги проходили? Смотрите, они двигаются на таких штуках. Теперь ты можешь смещать центр тяжести. Центр тяжести смещать, да. А есть пороги на ревах Америки? Да, могут быть, да. Ребят, если качка, ребят, если качка, может быть, чтобы стабилизировать? Либо на пол. А зачем на мачте? На мачте она... Вот если балласт, условно, чтобы на мель. Смотрите, если садиться на мель, может быть, ты спускаешь и получается что? Ну, короче, ты... Ну, а на водах можно, наоборот, сделать, и всё. А изначально есть, да, водах? Нет. Они могут, смотри, на левый нету, в одном есть. Просто становишься легче. Да. Есть у нас различный на мель? Ну, типа балласты имеешь в виду. Просто один вопрос, почему тогда не наполнен один из них в другой? Они высоко весят, что они не могут делать? Смотрите, они висят на мачте, и как это двигаются, да? С одной стороны, примерно, они висят, вообще говоря. Есть пороги и есть мель. Да. Так, кто будет отвечать, во-первых, скажите мне. Денис Галиакберов. Денис Галиакберов. Денис. Ну, вы понимаете, что госпожа Потанина, она на резиновых лодках в основном спускалась. Я не думаю, что нужно всерьёз размышлять о порогах на такой яхте с такой мачтой. Сразу просто вам об этом скажу. Да, господин Галиакберов? Ну, всё-таки, ну как, ну, девушку всё-таки... Вы сразу определили, да, о чём рассуждать, о чём нет. Да нет, им ещё до правильного ответа далеко. Ну, хорошо. Итак, господин Галиакберов, хозяин путешествует по рекам Америки и использует на своём судье два мешка, способных вмещать по две тонны воды. В какой ситуации, то есть какая-то ситуация может возникнуть, он использует это приспособление. А зал молчит, да, в зале нет версий? Зал молчит. Зал молчит. Прошу вас, Денис. Ну, мы видим, что у этой яхты есть мачта. Вот. Есть. Да, возможно, она, например, парусная. Ну, такое бывает с яхтами просто. Вот. Возможно, эти мешки с водой как-то помогают при штиле, вот, чтобы... Ну, чтобы яхта... Ну, было как-то проще переключиться на другой способ движения. Ну, ситуация Штиль. Штиль. То есть, перешки. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Новосёк, по-моему, именно вы, причём в начале минуты, что-то говорили о наклоне яхты. Да, в связи с порогами. Что можно... Ну, вы в связи с порогами имеете... Ну, что можно сменить центр тяжести, да. А если вы плывёте по реке, по всей Америке, на яхте, в каком случае вам нужно наклонить высокую яхту? Ну, да, видимо, в зале появилась версия под мостом, чтобы прости... Вот. Если наполнить мешки водой и наклонить яхту, то посмотрите на экран. Можно пройти низкий мост, не снимая мачту, наклонил и поехал. Пять-один. 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 Господин Брейденбихер. Да. А что вы всё время радуетесь? Вы знаете ответ на этот вопрос, что ли? Нет, ни в коем случае. Ну, теперь знаю. Как? Теперь я знаю. Спасибо за мост. Да. Девяносто тысяч рублей получит Валерий Воронов. Город Мэтищ. Так, ну, выхода у меня нет. Я беру музыкальную паузу. Госпожа Медревель. Сейчас музыка затихнет. Вторая причина, почему вы сегодня моя героиня, потому что у вас сегодня день рождения. Я хочу вас с этим поздравить. И чтобы после музыкальной паузы у вас жизнь наладилась, а присоединиться к моим поздравлениям старинный друг нашего клуба Максим Леонидов. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вдруг опять закроют города, ходить не будут поезда, и самолеты никуда. Опять летать не будут и к тебе, мне не приехать, не прийти, и не обнять, и не спасти. Ну, разве только по сети. Монамур, я сочиню тебе мотив, из нежных нот его сложи, и запущу окно открыт, как самолетик. Выйти в сад, ты слышишь птичьи голоса, ведь если не могу я сам, моя любовь по небесам. Монамур, я сочиню тебе мотив, из нежных нот его сложив, и запущу окно открыт, как самолетик. И тогда душа воскликнет от винта, и распахнется высота. Моя любовь парит чисто в своем полете. И в ночь вместе все! На-на-на! Вот и все Уходит из-под ног земля И через горы и моря К тебе летит любовь моя Ты навсегда любовь моя Максим, спасибо вам! И я поздравляю еще раз! Денис, благодарю вас. Я хотел вот о чем у вас спросить. С вашим появлением в нашем клубе стали происходить какие-то мистические вещи. Знатоки и телезрители выигрывают строго по очереди и строго сериями из трех побед. Сейчас у телезрителей две победы подряд, и сегодня, получается, должны опять победить телезрители. Возможно ли бороться с такими закономерностями? Вообще в спорте есть какие-то методы прерывания неприятных серий? Что нужно делать? Слушайте, ну, масса вещей используют тренеры. Суеверие – это важнейшая часть спорта. И я думаю, что у Суверии важнейшая часть что, где, когда, как бороться. Ну, здесь, мне кажется, проще. Здесь над собственным интеллектом бороться. И все тогда получится. Ну, а так? А так еще держаться в Винлайн. Например, вот футбольный клуб «Краснодар» мечтал попасть в Лигу чемпионов. В этом году стал сотрудничать с Винлайн и попал в Лигу чемпионов. Мораль, мне кажется, что в Винлайн очевидный выбор победителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Седьмой раунд. Госпожа Батанина, конечно, я понимаю, что очень сложно вот так играть с листа. Вот. Но чего вам не хватает для полного участия? Я не знаю, помощи клуба, минуты в кредит. Это, господин ведущий, все нас ожидает впереди, я предполагаю, но нам для полного счастья не хватает внутренней гармонии. Мы прекрасно играли на тренировках, и как будто бы сейчас не хватает того, чтобы каждый включился, почувствовал, что он каждый часть этой команды и выдавал по максимуму все, что он может выдаст. Я думаю, этого. Мне было очень обидно. Вы так быстро с яхтой сначала придумали Липецк, а потом так же быстро ушли. Против вас играет инженер Анастасия Кузнецова из Липецка. Одним из первых это предложил ученый Джордж Хадсон, чтобы у людей, господин Галиакберов, оставалось больше времени для крикета, езды на велосипеде и для садоводства. Внимание, вопрос. Что же предложил Хадсон в 1895 году? Ответ готов. Досрочный ответ и отвечает Михаил Карпук. Михаил Карпук. Досрочный ответ у Дениса Галиакберова. Отвечает Михаил Карпук. Прошу вас, Михаил. Срочный ответ у Карпука, Крабейника и Галиакберова. Понятно. И вы даете Михаилу воспрять духом. Прошу, Михаил. Переход на летнее время. Абсолютно правильный ответ. 5-2. 5-2. И дополнительная минута на размышления теперь есть у команды. И помощь клуба. Господин Паташок, скажите, вот вы это уже прошли. В чем трудность игры не в своей команде? Честно говоря, я тут особой трудности не вижу. Не видите? Это вообще все придумки, да? Играешь ты против вопросов. Кому как. Лично мне, в общем, не очень принципиально. Я вас понял. Госпожа Повышева, в летней серии вы руководили сборной. В чем сложность такой игры с незнакомыми с датаками для капитана? Ну, именно в том, что это незнакомые для капитана игроки, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Хотя иногда и собственный капитан не знает, чего ожидать, как вот, например, у нас было с Николаем. А Николай это кто? Капитан Николай. Это Алексей Васильевич Мухин, который тоже не ожидал, что его игрок Николай Крапель может так играть, как он играл в нашей сборке. В вашей команде. Ну, я вас понял. Восьмой рамп. Восьмой рамп. Восьмой рамп. Восьмой рамп. Восьмой рамп. Восьмой рамп. О, знает. Знатоки должны ответить на три вопроса подряд. И на любой из этих вопросов, госпожа Потанина, вы можете брать и дополнительную минуту, и помощь клуба, и минуту в кредит, если до этого дойдёт. Внимание, вопрос первый. Она, госпожа Потанина, как женщина, которая сейчас улыбается неизвестно чему, а через минуту плачет по той же причине. Марина Старшева из Иваново спрашивает, о чем это сказал Джером Клапко-Джером. Погода! Погода! В Британии погода! Еще, что-нибудь еще? Просто погода. Очевидно, про это? Да, что еще? Может быть, понятно, что это погода. Но что-то еще может быть? Да. Ну типа он... Фортуна! Ну, это ладно, плачет все-таки. Ну, это видимо, трое волк – кинечная собака. Ну, мало ли, может быть, на велосипедах. Ну, в любом случае, да. В течение реки. Нет, ну она улыбается. Прошу. Отвечает Михаил Новоселов. Михаил, прошу вас. Это погода. Абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Михаил. Он вырос из тумана внезапно. И весь он гляделся кладбищем с могильными памятниками, на котором покоятся лучшие надежды человечества. Игорь Ключков из Одессы интересуется, что впервые увидел Иван Поддубный. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ты подплываешь на корабле, и там торчат непосредственно прямоугольные. Да, из Татанайл. Вот. Да, что-то похож на многое над кровью. Могильные плиты. Много прямоугольников, 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 прямоугольников. Вот. Или крестов. А кто-то говорит, что Иван Поддубный – борец. Он бы сейчас стал пасмалировать. Он бы сто лет назад. Они такие, скорее всего. Ну, вот такие вот. Прошу. Михаил Новоселов. Прошу вас, Михаил. Мы думаем, что так Иван Поддубный говорил о Нью-Йорке. И его небоскребах. Абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается, решающий третий вопрос. Господин Новоселов. Они должны служить нотами. А у вас они, как пуговицы на мундире Городничева. Эти пустяки испортят вам музыку. Записали? Татьяна и Андрей Регида из Самары интересуются, что Антон Чехов сравнил с пуговицами в письме начинающему литератору Николаю Хлопову. Точки, зубы на каток. Знаки припинания, наверное. Ноты, они их много. Они задают все эмилоги. Они разные. А у вас, как пуговицы, они отставят, ну как бы... Он начинает с ним в рау. Пуговицы вот так вот, просто вниз в ряд. Секунду, знаки припинания или все-таки точки? Нет, но это одно и то, что знаки припинания. Не одно. У нас уже были такие проблемы. Что еще может быть? Рифмы минуты выбрать, нет? Итак. Знаки припинания я собираюсь отвечать. Кто будет отвечать? Будьте внимательны, Елена. Будьте внимательны. Не запутайтесь. Я собираюсь отвечать сама. Не запутайтесь? Я... Они должны служить нотами. А у вас они, как пуговицы, на мундире городничего. Эти пустяки испортят вам музыку. Что сравнил с пуговицами? Господин Ильич, вы прочитали вопрос, и я поняла, что нет у меня, наверное, на него такого ответа, на котором бы я не запуталась. Поэтому давайте мы обратимся к помощи клуба. Помощь клуба. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Возможно, многоточие лучше. Многоточие. Многоточие. А что именно говорится? Везде многоточие, да? Подряд стоят. Сколько вы говорите на мундире? Три. Четыре подряд. Они раздвучат. Именно многоточие. Мы не знаем, наверное. Не все вообще многоточие. Кто-нибудь из вас знает или все предлагают? Нет. Девочки, не знаете точно? Прошу. Кто отвечает? Я озвучиваю версию клуба, что это многоточие, вероятно, господин ведущий. А вы хотели отвечать на знаки припинания. Вот они должны слушать нотами. Знаки припинания – это ноты в этом примере. Понимаете? Ноты – знаки припинания. А пуговицами, которые могут испортить музыку, Чехов назвал многоточие. Но счет становится 5-3. Татьяна и Андрей Ригидай из Самары получат от банка ВТБ 100 тысяч рублей как компенсацию, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Девятый раунд! Девятый раунд! Помощь клуба вы использовали. У вас осталась минута в кредит в ближайших двух раундах и дополнительная минута на размышления. Какие у вас предчувствия, господин Аскеров? У меня предчувствия, что выиграют. Да? Да. Вы оптимист? Наверное. Или просто болеете за Елену? Просто в ситуации, когда команда не мешает нашей команде, я всегда болею за Елену. Казань. Против вас играет энергетик Руслан Рахматуллин из Казани. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я нахожусь на острове Хайнань в Китае. На большинстве автомобилей физических лиц здесь установлены автомобильные номера на синем фоне. Часть автомобилей, принадлежащих госслужащим, имеют белые номера. А что означают зеленые номера? Электромобили, они зеленые, это экология. Электромобили на Рыгии точно дают. Это туристический остров на юге Китая. В тропиках. Да? Может начинающий водитель, что его надо опасаться, он зеленый еще? А это в Китае, я не уверен, что есть такая же зеленая? А когда ты становишься опытным, тебе меняют номера, это мало вероятно. Это туристический остров на юге Китая, в тропиках. Приезжают туристы. А как ты определишь? Туристы не в этот номер собственный. Чтобы понимать, да, чтобы понимать. А почему? А почему? Ребят, мы судим очень громко. Там же движение такое же? Да. Там такое же движение. А там обычное. Когда приезжает турист, непонятно, ему подъездки. Смотри, а ты поймешь, кто снял машину туриста или нет? У них может быть понятно. Типа зеленый, это новичок. Тихо! Есть новички, есть электромобили. В Норвегии точно такая тема есть, электро. Ну, Норвегия и Китай. Кто отвечает? Отвечает Андрей Коробейник. Хорошо, Андрей. Мы предположим, что это электромобили, которые экологичные. Что вы сказали? Электромобили. Электромобили. Электрические автомобили, которые экологичные. И поэтому у них зеленые номера, которые, соответственно, показывают, например, что, возможно, у них есть какие-то треготы. Ну, в общем, это более экологичные. Остановиться, наверное, нет? Да-да. Вот сейчас я, собственно... Пять-четыре. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, господин Горобейник, а то вы можете сейчас уйти в какой-нибудь неправильный ответ. Не боитесь? Не может такого быть. Господин Гозлов, говорите всем нам. Не пугайтесь вы так. Просто говорите громко, что вы хотите сказать. Лена уже все поняла. Я не понял. Я напомнил Лене, что если сложится ситуация, что им нужна дополнительная минута в следующем раунде, то им надо попросить минуту в кредит, потому что в следующем раунде при 5-5, если они, допустим, выиграют, ее уже взять нельзя. А если там не понадобится, они вернут ее минуты. Ну, в общем, Лена поняла гораздо короче разговор, чем я вам рассказываю. Извините, пожалуйста. Десятый раунд. Господин Гозлов, но это правильно, правильно, что вы напоминаете, шутка ли, Елена не играла 11 месяцев за столом. Конечно, она уже какие-то нюансы подзабыла, да? Когда волнуешься за столом, дело же не в том, что подзабыла, а когда волнуешься, можно все перепутать просто. Другое дело, что Андрей Анатольевич напоминает, потому что сам, мне кажется, за нас переживает. Андрей Козлов объяснил, уважаемые телезрители Елене, что если они берут час-минуту в кредит, им нужно будет вернуть дополнительную минуту. А она у них уже есть, поэтому они ее просто отдадут и все. И так, Симфероболь. Против вас играет воспитатель детского сада Сабина Эрмамбетова из Симфероболь. Госпожа Митревеля, вы слышали про художника конца 15-го, начала 16-го веков Джованни Антонио Бацци? Бацци? Не помню. Это не страшно. Говорят, что иногда художник позволял себе разные выходки. Изображал у лошади заказчика две ноги, а остальные за дополнительную плату. Или господин Голиоперов писал девушку обнаженной, а одежду дописывал за дополнительную плату. Внимание, Бенедикт находит источник в горах. При работе над этим заказом художник не мог себе позволить того, что позволял с лошадьми и девушками. Но недовольство обещанным гонораром все-таки выразил. Внимание, вопрос. Каким образом? Может, все лица одинаковые? Может, это заказчики, вот эти лица, например? Да. И он их нарисовал в неприглядном виде. Смотрите, кто-то на коленях, кто-то из них Бенедикт. На заднем плане странные вещи. То есть он, наверное, количество... Он, наверное, по счету должен был изобразить, но часть изобразил. Они какие-то одинаковые. Далеко и маленькие. А, все публику одинаковые? Давайте сядем. И лица у них какие-то очень похожие у всех. Они похожие? Лица похожие. Да. Одному человеку нарисовал в качестве всех лиц. Там собака или овца с кем-то щенятами. А вот эти вообще не разобрать. Что за город на заднем плане? Пиццы, колонны. Давайте помним, что еще... Как человек сэкономил на своей работе? Не сэкономил? Он не доделал что-то. Ну и доделал, да. Сделал плохо. Нарочное. То есть у всех милая одежда. Все лысые, но монахи лысые. Ребят, сядем. Может, волосы тяжелее рисовать просто? Волосы? Не слышим. У всех волос тяжелее рисовать, если он не источник. Ну, нет, борода вот. Находят источник. Ребят, про волосы нравится. Прикольнее вообще. То есть одинаковые или волосы? Одинаковые волосы. Одинаковые волосы. Одинаковые лица. Одинаковые лица. Одинаковые одежды. Упростил картину. Не прошли. Ему надо было поменьше. Прошу. Наверное, господин ведущий, та самая ситуация, когда мы бы хотели попросить минуту в кредит. Знатоки просят минуту в кредит. Господин Бриттенбихер, вы не против? Готовы предоставить? Конечно, готов предоставить, господин. Я тоже не возражаю. Итак, вам что-то повторить? Да, нам, пожалуйста, повторить. Ну, про лошадь и девушку можно не повторить? Можно не повторять. Да? Да. Вы там все запомнили. Да. При работе над этим заказом художник не мог себе позволить того, что позволял с лошадьми и девушками. Но недовольство обещанным гонораром все-таки выразил. Каким образом? Ребята, сколько? А сколько их? Он не нарисовал почти ни руки. Очень мало. Ребята, одна рука. У кого? Не у всех, а вообще? Да. Одна рука на троих человек там вообще. Раз, два, три, четыре. Еще что? Есть двумя руками. Есть двумя руками крайний правый. Ой. Не подходят. Так. А вообще источник здесь есть? Дальше. 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 Они в оригинале так и выглядели. Непонятно. Применедиться непонятно, что это история. Два на одно лицо. Два на одно лицо. Два на одно лицо. Два на одно лицо. Все одни и те же люди, но три разных момента времени. И он не три картина написал, условно, а… Может, не с одного, а с очень маленького. А что это такое, значит? Денис, послушайте. Вместо трипси, одну? Да. Одну картину, на ней все моменты времени. Слушай, ну тут же… Да. Сначала приходят, потом находят… Ну вот так вот. По две идентичные морды. Так что, одинаковые люди? Надеюсь, что все одинаковые, чтобы не напрягаться. Владимир Дежды – это монахия. Итак, госпожа Ботанина, вы сейчас можете взять дополнительную минуту, тогда в следующем раунде вам придется отвечать досрочно, а можете отвечать сейчас. Я не очень понимаю, если честно, какую версию выбрать. У нас есть три версии о том, что у них одинаковая одежда, одинаковые лица. Мне нравится моя версия о том, что у них мало рук. И есть еще версия Дениса Галякберова о том, что сэкономил и вместо триптиха нарисовал одну картину. Ну, вам надо… Вы все-таки капитан. Вам нужно самой решать, что делать в этой ситуации. Елена, ну что? Да, господин ведущий. Берем или отвечаем? Берем дополнительную минуту, господин ведущий. Елена, или… Или отвечаем? Почувствуйте… Вот прислушайтесь к себе. Ну, мне-то про руки нравится. Елена, ну надо… Я же не могу… Вам же надо что-то объявляться. Вы сначала скажете, отвечаете вы или не отвечаете? Да, мы отвечаем. Боитесь? Боюсь. Без минуты остаться на последний раунд. Господин Петашов, вы мешаете. Прошу. Прошу, кто отвечает? Елена. Все, вы не отвечаете вообще. Господин ведущий, я не могу решиться, что отвечаете на этот вопрос прямо сейчас, поэтому я бы хотела взять дополнительную минуту. И в последнем раунде вам придется отвечать досрочно. Итак, что вам сейчас повторить? При работе над этим заказом, уважаемые гости, давайте хором. Художник не мог себе позволить того, что позволял с лошадьми и девушками. Но недовольство обещанным гонораром госпожа Потанина все-таки выразил, каким образом… Одни и те же люди. Одни и те же люди. Это три момента во времени. Он их изобразил на одной картине. Вот они им волятся. Вот нашли их источник. Вот источник вот здесь. Ты же нарушил ТЗ. Не важно, триптих это или не триптих. Просто важно, что… Да, что человек, например, в одной группе. Смотри, они довольно большие. Источник там несколько раз изображал. Вот источник и вот источник. Это же не… Это же будет растение. Да я не знаю. Это же самая группа людей. Ну, не знаю. Что-то с городом не так может быть. Что это? По-моему, это бьёт источник. Какая? Фон плохой. Ребят, давайте помогите мне выбрать. Ребят, нового, ничего не надо. Версия у нас есть. Что плохая? Какая? Передикт этот, который с бородой, тогда он несколько раз там изображён. Именно. То есть, человек нарисовал одну группу людей и потом как будто бы копипаст сделал, да? Нет, нет, нет. Он изобразил вместо нескольких сюжетов. Ну, короче, вместо триптиха. Вместо нескольких картин. В одном месте. Скажи мне, а он в разных местах или в одном месте? Ну, вот этот бородатый два раза там изображён точно. В этой толпе, оно как бы один из... Нет, который... Мне его для всех больше нравится. Итак, госпожа Патальна, я прошу вас сразу назвать, кто отвечает. Из Галиакберов. Вы принимаете вот такое решение, Денис Галиакберов. Да. Прошу, Денис. На этой картине мы видим, в принципе, одну и ту же группу людей, изображённую в... В каком смысле одну и ту же группу людей? Ну, нам кажется, что это в принципе просто одни и те же люди, изображённые в разные моменты времени. То есть, как бы, вот так вот художник сэкономил и вместо нескольких картин, изображающих разный момент вот этой сцены, нахождения источника, написал одну. А на чём он потом заработает? Там же примеры были. Ну, он может им лица разные сделать, а здесь они все очень похожи друг на друга. Теперь внимание, правильный ответ. Госпожа Потанина, я уже не знал, как вам ещё раз, ещё намекнуть, слушайте себя. Недовольным обещанным гонораром художник спрятал руки большинства персонажей, это же вы говорили, и Митривели. А Михаил Новоселов сказал, нет, это не то, потому что одна рука там всё-таки есть. Тем самым, сократив себе объём работы, в надежде дописать их потом за дополнительную плату, вот в чём фатальность. У вас была эта версия, и знатоки не дадут соврать, если вы потом посмотрите запись, вы поймёте, как я хотел вам помочь. Как я вам говорил, слушайте себя, слушайте себя, слушайте себя, но вы себя не слушали. Ещё становится 6-4 в пользу телезрителей. 6-4 в пользу телезрителей. Сборная команда Елены Потанина и Ивана Жаркевича терпят поражение, и теперь обе эти команды не смогут сыграть в юбилейном сезоне. Очень обидно госпожа Митривели, руки, всё было в ваших руках, я бы даже сказал. Вот имена телезрителей и победителей. 50 тысяч рублей заработала Елена Кравченко, город Лупны, вопрос о бирже. 60 тысяч рублей Алексей Сычёв из Брянска, вопрос о китах. 70 тысяч рублей Евгения Бастрова из Сыктывкары, вопрос о морских свинках. 80 тысяч, Сергей Споленюк из Кастаная, вопрос о монетах. 90 тысяч рублей Валерий Воронов из Мэтич, вопрос о яхте. И, наконец, 100 тысяч рублей Сабина Эрмамбетова, вопрос о хитрости художника. Господин Черемисинов, кто сегодня получит «Хрустальный атом»? Господин ведущий сегодня «Хрустальный атом» получит Михаил Карпук. Михаил Карпук, поздравляю вас. Михаил, вы лучший знаток этой игры. Господин Бриттенбихер, а кому достанется приз за лучший вопрос? Валерия Воронову из Мэтич, вопрос о инженерной яхте. Красивый вопрос. 150 тысяч рублей от банка ВТБ. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, госпожа Потанина, это было обидно. Госпожу Потанину кто-то покажет? Вот она, Елена. Слушайте себя. Слушайте себя. Это я вам говорю на будущее. А следующую игру осенней серии вы, уважаемые телезрители, увидите через две недели. 18 октября в 22 часа до Первом канале. А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПО-УССИМЕНТЫ Ну что, я на тебе закончу? ЗВУЧИТ ГОВОРИТ ПО-УССИМЕНТЫ Продолжение следует...